Элизабет Гаскел, Кренфорд Глава 1. Наше общество Начнем с того, что Кренфордом владеют амазонки. Если плата за дом превышает определенную цифру, в нем непременно проживает дама или девица. Когда в городе поселяется супружеская пара, глава дома так или иначе исчезает. Либо он до смерти пугается, обнаружив, что он единственный мужчина на всех званых кренфордских вечерах. Либо его полк расквартирован где-то далеко, а корабль ушел в плавание. Или же он всю неделю проводит, занимаясь делами, в большом торговом городе Драмбле, до которого от Кренфорда всего 20 миль по железной дороге. Короче говоря, какова бы ни была судьба мужей, в Кренфорде их не видно. Да и что бы они там делали? Врач совершает свой 30-мильный объезд больных и ночует в Кренфорде. Но каждый мужчина ведь не может быть врачом. А для того, чтобы содержать аккуратные садики в образцовом порядке и выращивать на клумбах чудесные цветы без единого сорняка, чтобы отпугивать мальчуганов, которые жадно взирают на вышеупомянутые цветы сквозь садовую решетку, чтобы прогнать гусей, иной раз забиравшихся в сад, если калитка останется открытой, чтобы разрешать все спорные вопросы литературы и политики, не задрудняя себя доказательствами и логикой, чтобы получать верные и обстоятельные сведения о делах всех и каждого в приходе, чтобы муштровать своих чистеньких служанок, чтобы благодетельствовать довольно-таки деспотично, бедняков и с искренней добротой помогать друг другу в беде. Для всего этого кренфордским дамам помощники не нужны, они отлично справляются сами. Мужчина в доме, как-то сказала одна из них, очень мешает. Хотя каждая кренфордская дама знает о делах своих приятельниц все, мнение этих приятельниц ее совершенно не трогает. Более того, поскольку каждой из них свойственно значительное своеобразие характера, чтобы не сказать «чудачество», то словесное воздаяние никого из них не затруднило бы, но почему-то они по большей части живут в самом благожелательном согласии. Лишь иногда между кренфордскими дамами вспыхивают небольшие ссоры, которые разрешаются несколькими колкостями и сердитым сдергиванием подбородка. Как раз достаточно, чтобы их тихая жизнь не стала совсем уж пресной. Платье их ничуть не зависит от моды. «Что за важность?» — говорят они. «Как мы одеты в Кренфорде, где нас все знают?» А если они уезжают куда-нибудь еще, этот довод остается столь же веским. «Что за важность?» — как мы одеты здесь, где нас никто не знает. Платья их обычно сшиты из добротной, хотя и простой ткани, и никто не мог бы выглядеть опрятнее этих дам. Однако ручаюсь, что последние в Англии рукава с широким буфом, последнюю узкую и простую юбку можно было видеть именно в Кренфорде, и там они ни у кого не вызывали улыбки. Я не раз собственными глазами видела великолепный семейный зонтик из красного шелка, под которым кроткая старая дева, последняя из многочисленных братьев и сестер, семенила в церковь, если день был дождливым. А у вас в Лондоне есть красные шелковые зонтики? Первый зонтик, появившийся в Кренфорде, стал местной легендой. Мальчишки толпами бегали за ним и называли его «фижмы на палочке». Быть может, он и был тем красным шелковым зонтиком, о котором я упомянула, но тогда его держал над своим малолетним потомством молодой сильный отец. Бедная старушка, единственная оставшаяся в живых из всей семьи, поднимала его с большим трудом. Визиты наносились и отдавались согласно со строгими правилами и установлениями. И молодым девицам, гостившим в городке, эти правила возвещались с той же торжественностью, с какой древней законы острова Мен раз в год читались вслух на горе Тину-Олт. Наши друзья прислали узнать, как вы себя чувствуете после дороги, милочка. Пятнадцать миль в железнодорожном вагоне. Они дадут вам отдохнуть завтра, но послезавтра, конечно, заедут к нам, так что после двенадцати будьте, пожалуйста, свободны. С двенадцати до трех мы дома и принимаем. И далее, когда визит уже нанесен. Сегодня третий день. Ваша маменька, наверное, говорила вам, милочка, что визита полагается отдавать не позже, чем через три дня, и что оставаться дольше пятнадцати минут не следует. Но разве можно в гостях смотреть на свои часы? А как иначе я узнаю, что пятнадцать минут уже прошло? Вы должны все время думать о времени, милочка, не забывая про него, как бы вас не занимал разговор. Так как, нанося и отдавая визиты, все твердо помнили это правило, то ни о чем интересном, разумеется, никто никогда не разговаривал. Мы обменивались короткими фразами на общепринятые темы и вставали, чтобы проститься, ровно через пятнадцать минут. Полагаю, что некоторые из благородных обитательниц Кренфорда были бедны и лишь с трудом сводили концы с концами, но, подобно спартанцам, прятали свои страдания за улыбками, мы никогда не говорили о деньгах, так как эта тема имела привкус торговли и ремесла, а мы, включая самых бедных, все были аристократичны. В Кренфордском обществе царил благодетельный эсприт де корпс, дух солидарности, и если чьи-то усилия скрыть свою бедность не увенчивались полным успехом, никто не замечал их тщетности. Когда, например, миссис Форестер дала званый чай в своем кукольном домике, и девочка-служанка попросила сидящих на диване дам приподнять свои чашки, чтобы она могла вытащить из-под них чайный поднос, все приняли подобное новшество, как нечто совершенно естественное, и продолжали беседовать о домашнем этикете и церемониях так, словно мы все верили, будто в доме нашей хозяйки есть половина для слуг, где за столом председательствуют экономка и дворецкий, и она не обходится одной девочкой из приюта, чьи маленькие красные ручонки не донесли бы под нос наверх без помощи самой миссис Форестер, которая сейчас восседала в парадном туалете, делая вид, что не имеет ни малейшего представления о том, каким печеньем собирается угостить нас повар, хотя она знала, и мы знали, и она знала, что мы знаем, и мы знали, что она знает, что мы знаем, что она все утро пекла чайные хлебцы и пирожки из пресного теста. У этой всеобщей, хотя и непризнанной бедности, и всеми весьма признаваемой аристократичности, были два-три отнюдь не лишних следствия, которые могли бы принести пользу любым кругам общества. Например, обитатели Кренфорда рано ложились спать, и в девять часов уже семенили домой в своих деревянных калошках под охраной служанки с фонарем, а к половине одиннадцатого весь город тихо отходил ко сну. Кроме того, подавать на вечерних приемах какие-либо дорогие напитки или кушанье считалось вульгарным, слово, которое в Кренфорде обладало невероятной силой. Тончайшие ломтики хлеба, чуть-чуть смазанные маслом, и маленькие бисквиты. Вот все, что предлагала своим гостям высокородная миссис Джеймисон, а она, хотя и практиковала столь элегантную экономность, была невесткой покойного графа Гленн Майера. Элегантная экономность. Как легко и естественно впадаешь во фразеологию Кренфорда. Здесь экономия всегда была элегантной, а денежной траты вульгарной чванливостью. И эта убежденность в том, что виноград-то зелен, несла нам всем душевный покой и умиротворенность. Никогда не забуду, какой ужас и смущение вызвал некий капитан Браун, который, поселившись в Кренфорде, во всеуслышание заявил, что он беден, и не шепотом ближайшему другу, предварительно заперев все окна и двери, а посреди улицы. Громким военным голосом, ссылаясь на свою бедность, как на причину, почему он не снял вот этот дом. Кренфордские дамы и так уже скорбели из-за того, что в их владение вторгся мужчина и джентльмен. Он был капитаном в отставке и получил место на железной дороге, против строительства которой городок слал негодующие петиции. И если вдобавок к своему мужскому роду и к связи с омерзительной железной дорогой, он еще имел без стыдства рассказывать о своей бедности, обществу оставалось только одно — повернуться к нему спиной и подвергнуть его бойкоту. Смерть столь же реальна и обычна, как бедность, и все же люди никогда не кричат о ней на улицах. Это слово не должно оскорблять благородный слух. Мы безмолвно согласились не замечать, что кто-то из тех, с кем мы обмениваемся визитами, поступает так, а не иначе, из-за бедности, а не по собственному выбору. Если кто-то приходил на званный вечер пешком и возвращался домой тем же способом, причина заключалась в том, что вечер был так пленителен или свежий воздух так приятен, а вовсе не в том, что порт Шес обошелся бы слишком дорого. Если летом мы ходили в сицы, а не в легких шелках, то потому лишь, что предпочитали материи, которые легко стираются, и так далее, и тому подобное, пока мы совершенно не перестали замечать тот вульгарный факт, что мы, все мы, располагаем лишь весьма скромными средствами. Вот почему мы не были способны понять, как мужчина может говорить о бедности так, словно в ней нет ничего позорного. И тем не менее капитан Браун каким-то образом заставил себя уважать, и, вопреки твердо принятому решению, Крэнфорд начал делать ему визиты. Когда примерно через год после его переезда в Крэнфорд гостила там, я с удивлением услышала, что его мнения цитируются и на него ссылаются, как на непререкаемый авторитет. Всего 12 месяцев назад мои собственные друзья решительно высказались против каких бы то ни было визитов к капитану и его дочерям, а теперь его как-то приняли даже в запретные утренние часы до полудня. Правда, он должен был разобраться, почему дымит труба, а для этого ему нужно было осмотреть ее раньше, чем затопят камин. Но как бы то ни было, капитан Браун бестрепетно поднялся наверх, говорил голосом, слишком могучим для маленькой гостиной, и шутил, как шутят ручные домашние мужчины. С самого начала он не замечал легких знаков пренебрежения и некоторых упущений в обычном церемониале, с какими его встречали. Он держался дружески, хотя кренфордские дамы были с ним холодны, принимал за чистую монету их саркастические комплименты и бравым прямодушием развеивал брезгливое недоумение, которое вызывал как человек, не стыдящийся быть бедным. И в конце концов, его превосходный мужской здравый смысл и способность изыскивать средства для разрешения всяческих домашних трудностей завоевали ему среди кренфордских дам положение непререкаемого авторитета. И он продолжал жить по-прежнему, также не замечая своей новой популярности, как не замечал былой антипатии. И я не сомневаюсь, что он был ошеломлен, когда однажды ему пришлось убедиться, насколько высоко ценится его мнение. Совет, который он дал в шутку, был воспринят вполне серьезно и свято выполнен. Дело было так. Одна из старых дам имела олдернейскую корову, которую любила, как родную дочь. Даже во время кратких пятнадцатиминутных визитов мы успевали выслушать какую-нибудь историю об изумительном молоке или изумительной разумности этого животного. Весь городок был знаком с коровой мисс Бетти Баркер и питал к ней самую теплую симпатию, а потому велико было всеобщее огорчение и сочувствие, когда бедняжка по неосторожности свалилась в яму с негашиной известью. Она мычала так громко, что ее почти сразу же услышали и спасли, но тем не менее она успела лишиться чуть ли не всей своей шерсти. И когда ее извлекли из ямы, она уже совсем облезла и дрожала от холода. Все жалели несчастную корову, хотя кое-кто и не мог сдержать улыбки. Таким нелепым был ее голый вид. Мисс Бетти Баркер плакала от горя и отчаяния, и говорили, что она уже хотела было устроить корове масляную ванну. Наверное, такое средство рекомендовал ей кто-нибудь из тех, к кому она обращалась за советом. Но этому плану, если что-либо подобное и предполагалось, положил конец капитан Браун, заявив решительно. «Если вы хотите, чтобы она не сдохла, сударыня, то обредите ее во фланелевую кофту и панталоны. Но я бы вам посоветовал сразу зарезать бедную скотину, чтобы она не мучилась». Мисс Бетти Баркер осушила слезы и от души поблагодарив капитана, взялась за работу. И вскоре весь городок высыпал на улице, посмотреть, как олдернейская корова кротко шествует на пастбище в одеянии из темно-серой фланели. Я сама много раз любовалась ею в этом наряде. А вы в Лонте никогда-нибудь видели коров, одетых в серую фланель? Капитан Браун снял небольшой домик на окраине городка, где и поселился с двумя своими дочерьми. Когда я впервые побывала в Кренфорде, после того, как перестала там жить постоянно, ему было за 60. Но он выглядел гораздо моложе, так как благодаря каждодневным упражнениям сохранил крепость и гибкость фигуры. Голову держал высоко, на военный манер, а походка у него была бодрой и упругой. Старшая дочь казалась почти его ровесницей, и это выдавало, что на самом деле он много старше, чем кажется. Мисс Браун гневаясь на Капитана Брауна. О причине этого гнева я вскоре вам расскажу. Как-то объявила, что, по ее мнению, мисс Джесси уже пора бы отказаться от ямочек и не притворяться ребенком. Действительно, в ее лице было что-то детское, и я убеждена, что таким оно и останется, да живи она хоть до 100 лет. У нее были большие голубые удивленные глаза, которые всегда смотрели прямо на вас. Нос чуть курносый, а губы алые и свежие. Ее манера завивать волосы в мелкие локоны еще более усиливала это общее впечатление. Не могу сказать, была ли она хорошенькой или нет, но мне нравилось ее лицо, как оно нравилось всем, и, по-моему, над своими ямочками она была невластна. Ее походку и манеры отличала та же бодрость, какой дышала внешность ее отца. И женский глаз без труда подметил бы легкое различие в одежде сестер, а именно, туалеты мисс Джесси обходились на два фунта в год дороже, чем туалеты мисс Браун. Два же фунта были значительной суммой в годовом бюджете капитана Брауна. Вот какое впечатление произвели на меня Брауны, когда я впервые увидела их всех вместе в Крэнфордской церкви. С капитаном я уже успела познакомиться, благодаря дымящемуся камину, который он без труда исцелил, поправив что-то в трубе. В церкви во время утреннего гимна он держал у глаз лорнет, а затем высоко поднял голову и запел громко и радостно. Он отвечал священнику громче, чем причетник, дряхлый старичок с пескливым голосом. Причетнику, мне кажется, очень досаждал звучный бас капитана, а потому он сам отвечал на все более и более высоких и дребезжащих нотах. Выходя из церкви, энергичный капитан весьма галантно опекал своих дочерей. Он кивал и улыбался всем знакомым, но не пожал ничьей руки до тех пор, пока не помог мисс Браун закрыть зонтик, не взял у нее молитвенник и не подождал терпеливо, чтобы она дрожащими нервными пальцами подобрала юбки, готовясь идти по сырому тротуару. Мне было очень любопытно, что делают кренфордские дамы с капитаном Брауном на своих приемах. В былые дни мы часто радовались вслух, что на карточных вечерах можно не заботиться о том, чем занять джентльменов и не подыскивать темы для беседы с ними. Мы поздравляли друг друга с тем, что все так уютно и мило, а наша любовь к элегантности и неприязнь к мужской половине рода человеческого почти убедила нас в том, что быть мужчиной вульгарно. А потому, когда узнала, что мой добрый друг мисс Дженкинс, у которой я гостила, намерена дать в мою честь званный вечер и пригласила на него капитана и обеих мисс Браун, я долго терялась в догадках, стараясь представить себе, как все это будет происходить. Как обычно, карточные столики с зеленым суконным верхом были приготовлены еще при дневном свете. Шла третья неделя ноября, а потому смеркаться начинало уже в четыре часа. На столики были поставлены свечи и положены чистенькие колоды карт. Камин был затоплен, аккуратно одеты служанки, были даны последние наставления, и мы в парадных платьях стояли с бумажными жгутиками в руках, готовые кинуться к свечам, чтобы зажечь их, едва раздастся первый стук в дверь. Званые вечера в Крэнфорде всегда были весьма торжественными, и дамы, сидя друг возле друга в парадных туалетах, испытывали умиротворенную радость. Едва явились три первые гостья, их усадили за преферанс, и мне волей-неволей пришлось сесть четвертой. Следующие четыре гости тотчас были посажены за другой столик, и вскоре на середине всех карточных столиков были установлены чайные подносы, которые я утром заметила в кладовой, когда проходила мимо. Чашечки были из тончайшего фарфора, старинно начищенное серебро ослепительно блестело, но угощение было очень и очень легким.